Российские сенаторы приняли участие в девятой всемирной глобальной конференции молодых парламентариев. Она проходит под эгидой Межпарламентского Союза. В столицу Вьетнама Ханой приехали более 300 парламентариев из 70 стран мира. А главной темой конференции стала роль молодежи в ускорении достижения целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инновации. У нас есть возможность узнать подробности из первых рук на прямой связи с нами участник конференции, сенатор Артем Шейкин. Артем Геннадьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Давайте начнем с общего. Все-таки что это за конференция такая? Почему она так важна и какие темы на ней обсуждались? Какие задачи были у делегаций Совета Федерации? Ну, как вы уже сказали, действительно, мы буквально вчера вернулись из Ханой. Приняли там участие в девятой всеверной конференции молодых парламентариев. Задачи я бы выделил такие. Это обмен парламентским опытом, также определение общей новаторской стратегии для расширения прав и возможностей для молодежи всего мира. Ну вот в своем докладе вы уделили внимание такой теме, как развитие цифровизации и обеспечение кибербезопасности. Вот возможно ли международная кооперация в минимизации таких рисков, как вредоносные программы, дедос-атаки и кибермошенничество? Тема кибербезопасности, она появилась не просто так. Вы знаете, что последние несколько лет Россия подвергается колоссальному количеству кибератак, и только за последний год около более полутора миллионов инцидентов было. И такая проблема на сегодняшний день не только в России стоит, но и стоит перед всем миром. Но опыт, такой опыт, как у России, есть только у нас. И мы научились справляться с такими инцидентами, научились справляться с такими атаками. Как раз я говорил о том, что мы готовы делиться опытом. И как раз на международном уровне мы могли бы быть полезны в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационной безопасности, повышение уровня к отражению кибератак, а также повышение уровня к безопасности инфраструктуры. Так как наши компании за эти несколько лет уже набили себе большое количество шишек и создали такие продукты, которые могут противостоять любым кибератакам. Но вот любое сотрудничество, особенно в обеспечении безопасности, требует обмен информацией, техническими разработками и опытом, о котором вы только что сказали. Вы считаете, что страны готовы делиться всем этим? Это же вопросы национальной и государственной безопасности. Ну, страны обычно стремятся защитить свои интересы национальной и государственной безопасности, но их, к сожалению, не всегда готовы. Но, тем не менее, существуют международные организации, которые способствуют сотрудничеству в области безопасности, такие как Интерпол. Они обеспечивают обмен информацией и координацией правоохранительных органов разных стран, в том числе и с Россией. То есть сотрудничество в обеспечении безопасности является сложным и чувствительным процессом, требует баланса между национальными интересами и необходимостью взаимодействия для борьбы на международном уровне. Но уверен, разные страны ставят свою безопасность, безопасность своих стран очень высоко, и поэтому захотят сами поделиться и перенять наш опыт. Понятно. Вы принимали также участие в дискуссионной секции «Содействие, уважение, культурное разнообразие ради устойчивого развития». Вот мы понимаем, что Россия, как многонациональная страна, с минимальным числом этнических конфликтов, может быть примером для других государств в этой сфере. Вот какие конкретные шаги в России формируют политику уважения к культурному разнообразию? Ну я имею в виду прежде всего такие, может быть какие-то законы, госпрограммы, фестивали или форумы, или может быть другие мероприятия, которые способствуют этому. Во-первых, хотел сказать, что у нас в Конституции закреплены гарантии сохранения этнокультурного и языкового многообразия, значимости религий и традиционных ценностей. Но Совет Федерации также отстаивает интересы регионов на федеральном уровне и уделяет повышенное внимание поддержке и развитию культуры. Для достижения проводится большое количество мероприятий, форумов, встречи, вот, например, парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Затем действует комиссия по сохранению развития народных художественных промыслов Российской Федерации. Также вы сказали про законы. Принят законы о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации, направлены как раз на регулирование нематериального этнокультурного достояния. Создается федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Ну и так проводится очень большое количество программ, фестивалей для молодежи, направленных как раз на социальную поддержку и популяризацию культурных мероприятий в ее среде. Ну хорошо, но если говорить о самой молодежи, какова ее роль в продвижении культурного многообразия? И есть ли у вас, ну, инициативы, чтобы сделать политику разнообразную в ближайшее время, способствующую продвижению и уважению к культурному разнообразию? Сейчас идет битва за молодежь, идет битва за кадры. И, на мой взгляд, политика как раз вот инициативой, политика должна быть максимально широкой. Реализовываться на разных государственных уровнях и поддерживаться государством. Это и программы культурного обмена, и молодежные движения, и неформальные какие-то движения. Как, например, общество дружбы, вот я про него хотел сказать, общество дружбы Вьетнама и России, которое создано было в городе во Владивостоке. Я считаю, что именно там, как такой очень хороший пример, что очень здорово поддерживаются и социально-гуманитарные, и экономические связи наших стран. Поэтому важно, чтобы в каждом регионе, в каждом городе создавались такие движения, которые будут нацелены на общение с, допустим, и с Вьетнамом, а также и с другими разными странами. Как вы полагаете, глобализация, которую так много говорят в последнее время, может угрожать национальной культуре? Или эти угрозы в последние годы теряют актуальность? Глобализация, конечно же, может оказать влияние. И на национальную культуру. Но степень и значение этого влияния могут варьироваться. В последние годы действительно наблюдается некоторая утрата актуальности, угрозы. Это связано с развитием информационных технологий. Среди людей появляются люди, которые ведут видеоблоги. То есть появляются способы доставки информации, быстрые способы доставки информации для большого круга населения. Но на фоне роста роли культурной идентичности, согласитесь, в разных странах мира мы наблюдаем и всплеск национализма. И вот в этой связи как грамотно пройти все-таки по этой тонкой грани, чтобы и культуру страны сохранить, и не впасть в ультраправые настроения в обществе? И как такую задачу решают подобные конференции, на которые вы побывали? Нам с вами важно понимать, что культурная идентичность не означает исключительность или превосходство над другими какими-то культурами. Я считаю, что для успешного сохранения культуры страны необходимо создавать открытое общество, которое приветствует и уважает национальное разнообразие в их культурном и традиционном разнообразии. Это может быть достигнуто путём проведения мероприятий, направленных на позитивный обмен культурными ценностями. И как раз эта конференция, она и предполагается, что там на полях форума люди будут обмениваться, общаться, знакомиться, встречаться, дружить и в дальнейшем обмениваться культурными ценностями. Удалось вам в неформальной обстановке пообщаться с участниками? И вообще, как атмосфера самой конференции располагала она к такому диалогу вне официальных рамок? На конференции на самой царила рабочая атмосфера. К сожалению, не все страны позитивно были настроены к нам, к составу нашей делегации. Но хочу заметить, что большинство стран очень дружно и дружественно относятся к России. Большое количество людей из разных делегаций подходили к нам, общались, знакомились, говорили слова поддержки. И это было очень приятно. Было несколько дней форума, и каждый день знаменовался какими-то новыми знакомствами, новым общением. Поэтому считаю, что такие конференции очень важно проводить для того, чтобы мы могли общаться с людьми из других стран воочию. Но итоговая декларация наверняка была принята с предложением, которое прозвучали на конференции. Правильно? Да, конечно. И сейчас было сформировано, что очень и выделены направления по межкультурному, допустим, обмену, где молодёжь может активно участвовать в программах обмена, стажировки или волонтёрства в других стран для углубления понимания и принятия разных культур. Говорилось об использовании современных технологий в социальных медиа. Молодёжь активно использует, как вы знаете, современные технологии, блоги, видеоблоги. У нас у всех есть странички в Телеграм-каналах, в ВКонтакте, где мы также рассказываем о своей деятельности. И также активное участие молодёжи всех стран в образовательных проектах. Это молодёжные организации, студенческие объединения и молодёжные активисты, которые активно участвуют в создании и организации культурных образовательных проектов. И все эти цели, задачи, я считаю, выполнимы. И мы со своей стороны будем прилагать максимум усилий, чтобы рассказывать о России с разных площадок. Понятно. Спасибо, Артём Геннадьевич. Итоги работы 9-й глобальной конференции молодых парламентариев мы подвели с сенатором Артёмом Шейкиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова